Австрийская девочка с фиалковыми глазами стала гениальной французской актрисой. Кто она? Должно быть принцесса! Роль любимой принцессы принесла ей известность и обожание поклонников. Но ее сердце не выдержало одиночества и устало биться. Но я неудачница! Неудачница, понимаешь? Одна из величайших иллюзий, что жизнь знаменитой актрисы – это вечный праздник. Да, в этой жизни всегда присутствуют аплодисменты, цветы, поклонники. Но за славу и успех нужно платить. И иногда цена бывает слишком высокой. Сегодня я хочу вспомнить актрису, которая достигла самой вершины кинематографического Олимпа, стала настоящей звездой, снялась в 58 фильмах. Но была ли она от этого счастлива? Роми Шнайдер Роми Шнайдер – актриса, которая родилась и выросла в Австрии, но стала звездой французского кино. Она была невероятно красива, одна из самых красивых женщин 20 века. Ни у кого больше из актрис не было таких глаз – бездомных, пронзительных, чуть-чуть сумасшедших. Еще она была умна и очень талантлива. Кинорежиссер Лукино Висконти утверждал, что именно она и есть лучшая актриса Европы. Но почему ее жизнь, которая началась как праздник, как сказка, так грустно закончилась? Почему в этой жизни было столько горя, печали, одиночества? А потом появились болезни, очень много алкоголя. Почему, когда ей было чуть больше 40, она выглядела ужасно. От былой красоты не осталось и следа. А когда исполнилось 43, жизнь закончилась. Виновата любовь. Оказывается, эта женщина, о которой мечтали миллионы мужчин, которая получала иногда по 600 писем в день с предложением руки и сердца, сама больше жизни. Любила одного мужчину, французского актера Алена Делона. Она так хотела выйти за него замуж, но навсегда осталась его вечной невестой. Она родилась в Вене в 1938 году. Она была действительно ослепительна. Обожала носить черные брючные костюмы от своей подруги Коко Шанель. Кстати, та и научила ее одеваться. Еще очень любила маленькие шапочки, под которые прятала свои красивые, вьющиеся светлые волосы. И любила бриллианты. Кстати, бриллианты она могла купить себе сама, потому что у нее были очень высокие гонорары. И тем более странно, что когда она умерла, осталось столько неоплаченных счетов. Она родилась в респектабельной, довольно богатой семье. Ее отец, мать и даже бабушка все были актеры. В детстве ее звали Розмари. Она тоже мечтала о сцене, а пока училась у монахини в закрытом католическом пансионе. Ее мама, Магда Шнайдер, была довольно известной в Австрии актрисой. Это была умная, волевая, властная, очень любящая деньги женщина. Ах, как она будет торговаться за каждый фенинг в будущих гонорарах своей дочери. Любящая мама с удовольствием будет заниматься делами своей дочери, распишет для себя всю ее будущую жизнь, успешная кинокарьера, богатый муж, дети. Уже в 15 лет девочка вместе с мамой снимется в фильме, когда расцветает белая сирень. А когда юной актрисе исполнится 16 лет, толстый, смешной, наверное, не очень талантливый кинорежиссер Эмст Маришко пригласит сняться ее в фильме о принцессе Сиси, о будущей императрице Австрии, Елизавете, жене Франца Иосифа. Если тебя одолеет скорбь или тревога, отправляйся в лес, открой пошире глаза, и в каждом дереве, в каждом кустике, цветке или зверке ты увидишь Божий промысел, который даст тебе утешение и силу. Могу сказать, что Сиси и сегодня невероятно популярна и почитаема в Австрии. В каждой сувенирной лавке можно купить чашку или картину с ее изображением. Фильм слабый, но имел невероятный успех. Почему? Людям надоело вспоминать войну. Захотелось сказки, красивых лиц, красивых платьев, дворцов, вальсов. Хотелось того прошлого, которое не пугает. И чтобы были обязательно дворцовые интриги, роскошные балы и еще любовь. И совершенно очаровательно в нем Роми Шнайдер в пышных юбках, с пухлыми щечками, с персиковой кожей, с бездонными глазами. Сиси, я люблю тебя. После фильмов о Сиси Роми Шнайдер станет невероятно популярной, просто национальной героиней Австрии. Ее отчим, отец давно покинул их с матерью, купит ей роскошное поместье на берегу озера в Швейцарии, правда, на деньги, заработанные пачевицей. Она станет, благодаря большим гонорарам, одной из самых богатых невест в мире. А Олд Дисней скажет, что она есть и самая красивая девушка в мире. Сама Роми Шнайдер чувствовала себя, как птица золоченой клетки. Отчим и мама, слишком энергичные, контролировали каждый ее шаг, даже не позволяли встречаться с друзьями. Ей хотелось как можно скорее вырваться из этих цепких рук. Роме была совсем не в маму. Она иронически относилась и к свалившейся на нее славе, и к большим гонорарам, «Я чувствую себя сладким пирогом, от которого меня даже немного подташнивает», напишет она в свой дневник. И потому с большой радостью согласится лететь в Париж, куда ее пригласили на съемки французского фильма «Кристина». Этот апрельский день 1958 года Роми Шнайдер будет помнить долго. Среди встречающих в парижском аэропорту был он, тогда никому еще неизвестный начинающий актер, Ален Делон. Он протянул своей будущей партнершей по фильму «Букет красных роз». Она приняла цветы спокойно, потому что давно привыкла к знакам внимания. Но этот нахал, этот красивый парень с такими синими пронзительными глазами вдруг неожиданно пригласил ее в дорогой парижский ресторан. И она, воспитанная маменькина дочка, почему-то сразу согласилась. Я думаю, они сразу влюбились друг в друга. Но на съемках все время позволяли издеваться, ерничать друг над другом. Он звал ее надутой австрийской гусыней, венской булочкой, а она старалась посмотреть на него с презрением. Это, правда, у нее плохо получалось, потому что была уже любовь. Последние съемки фильма «Кристина» проходили в Вене. На следующий день Роме нужно было улетать в Кельн. Но она поменяла билет и прилетела к Олену Делону в Париж. Они стали жить вместе. Ничего не обещайте. То, что между нами, пусть будет как есть. Мама и отчим звонят ей в Париж каждый день. Они напоминают ей о сорванных съемках, о новых контрактах. Но Роме неумолимо. И у родителей не получается разбить эту пару. А в начале 1960 года выходит фильм, в котором Олен Делон сыграл главную роль. И сыграл замечательно. Это фильм на ярком солнце. И после этого фильма всем становится ясно, что он не просто красавчик, разбивающий женские сердца, а большой актер. Настоящая звезда. Вам нехорошо? Что? Вам нехорошо? Да, солнце припекает. А в остальном мне никогда еще не было так хорошо. Принесите, пожалуйста. Чего желаете? Самого лучшего. Хорошо. А Роме в Париже поначалу приходится трудновато. Здесь она не так популярна, как в Австрии и Германии. Ее фильмы о Си-Си кажутся парижанам слишком старомодными, сентиментальными и немного устаревшими. Теперь у Алены Делона бешеная слава. И куда бы они ни отправлялись на прием, на презентацию, на премьеру, он теперь всегда в центре внимания. Она даже начинает впервые в жизни завидовать чужой славе. И спасет ее Лукина Висконти, когда пригласит сняться в своем новом фильме «Бокаччо-70». Он откроет ей двери в мировой пинематограф. И если Ален Делон сделал из Роми Шнайдер женщину, то Лукина Висконти сделал из нее настоящую актрису. Слушай. Люблю тебя, кипарис мой, ведь моя тоска похожа на твой. Это что еще такое? Стихи, дура? Это я написала. Тебе нравится? А через год выйдет на экраны другой замечательный фильм с ее участием. Фильм Орсона Уэллса «Процесс». Париж изменит не только экранный образ, но и внешний облик Роми Шнайдер. От прежней венской булочки не осталось и следа. Она становится эталоном изящества и особого парижского шика. В ней не осталось ничего от немки, кроме легкого акцента и невероятной жажды жизни. Скажите честно, я вам не нравлюсь. Так и знала. Большой успех приходит к ней, но для нее самое главное другое – то, что Ален рядом с ней. Он дарит ей дорогое кольцо, и она принимает это как помолвку. То, что они жених и невеста. Хотя их настоящая помолвка состоится только через год после знакомства. Роме была слишком наивна. Она была уверена, что их союз навсегда. Но сам Делон так не считал. Да, он привык. Он любил свою маленькую куколку. Так ее он называл. Но в то же время очень много позволял себе на стороне. Ему нравилось, что она такая преданная, покорная. Эту покорность он будет называть собачьей. И иногда будет исчезать из дома. Не на день, а на целую неделю. Она будет молчать. Она молчала, и когда в ресторане в ее присутствии он мог посадить к себе на колени каких-то незнакомых девиц. В их доме часто раздавались крики. «Я изменял и буду изменять!» кричал он. В ответ слышался звон разбитой посуды. «Сама виноват. Возможно. Или гороскоп. Ты ведь рыба, нисходящая к водолею. Ты создан, чтобы быть любимым. От судьбы не уйдешь». А как она переживала, когда тот жилый киновисконте пригласил Алена сниматься в свой фильм «Рока и его братья». Все знали, что знаменитый кинорежиссер предпочитает женщинам, мужчин. А сама Роме тем не менее все время ждала, когда ее любимый позовет ее замуж. А он все не звал. И когда этот кошмар, который почему-то звался любовью, стал ей совершенно невыносим, она приняла приглашение Голливуда и улетела в Америку. Поначалу она часто гонорары позволяли летала на выходные в Париж, потом летать перестала. Один раз в Голливуде навестил ее и Ален, и когда наконец-то контракт закончился, ей перестали предлагать главные роли, она позвонила ему и сказала, что возвращается в Париж. Но в аэропорту он ее почему-то не встречал. Не было его и в их доме. Стоял только огромный букет почему-то почти черных роз и была записка «Я возвращаю тебе свободу и оставляю свое сердце». Через некоторое время она узнает, что Ален Делон женится на начинающей актрисе Натали Бартолеми, а скоро у него рождается ребенок. Ее отчаяние столь велико, что она решает уйти из жизни. Правда, ее спасают. Но с этого времени сильные антидепрессанты, алкоголь и сигареты становятся постоянными спутниками ее жизни. От тоски и отчаяния она выходит замуж. Ее избранник немецкий режиссер и актер Гарри Майен. Ради Роми он бросает жену и детей. У них с Гарри родился сын Давид. Муж Гарри достаточно умен. Он все понимает. Он понимает, что Роми его совсем не любит. Он начинает сильно пить, совсем забрасывает работу и через несколько лет повесится у себя в квартире на шейном платке, который она ему когда-то подарила. А когда была еще видимость этого брака, ей неожиданно позвонил Ален Делон и сказал, что ждет ее на съемках нового французского фильма «Бассейн», что только ее он видит своей партнершей. Ни секунды не думая, оставив мужа и сына, она улетает на съемки к Алену Делону. Тебе хорошо? Разве не видно? Мне всегда хорошо, когда ты рядом. Ей кажется, что все началось сначала. Они снова вместе. Ей кажется, что он ее снова сильно любит, но даже несколько потрясающих ночей, которые они проводят вместе, ничего изменить не могут. Старой любви не вернуть, говорит Ален Делон, и когда съемки заканчиваются, он тотчас улетает. Только в день премьеры фильма «Бассейн» во всех газетах появятся фотографии в аэропорту в Ницце. Он и она страстно целуются. Роме еще раз убеждается в том, как сильно она любит своего Алена. Она ищет с ним новых встреч, но он ее избегает. А фильм «Бассейн» психологический триллер о мучительных и страстных взаимоотношениях мужа и жены имеет в прокате большой успех. Роме в глубокой депрессии она понимает, что сломала жизнь и себе и мужу Гарри. Она отказывается от съемок в фильмах, которые становятся событиями в кинематографе. Она не снимается в фильме «Мужчина и женщина» у Клода Лилюша. Отказывается от съемок в фильме «Последняя танго в Париже». Режиссер этого фильма в отместку ей приглашает на роль, на которую хотел пригласить ее, актрису тоже с фамилией Шнайдер. И в то же время она срывается и летит в далекую Мексику. Зачем? Снова позвонил Ален Делон и пригласил ее сняться там, в Мексике, в крошечной роли в фильме «Убийство Троцкого». Жак, я не знаю, кто я и не знаю, кто ты. Ты Гита. Ты не часто меня так называешь. Она совершает очередную глупость. Снова выходит замуж за человека, который, в общем-то, ей совершенно не нужен. Он на 10 лет ее моложе, настоящий Альфонс, ее секретарь и водитель. В этом браке рождается дочь Сара. Прелестный ребенок, очень похожая на Роми. Актриса снова начинает много сниматься в кино, но приходят болезни, ей делают сложную операцию, удаляют одну почку, она разводится со своим вторым мужем, но почему-то ее дети находятся в доме родителей ее теперь уже бывшего мужа. Это предместье Парижа, маленький городок Сен-Жермен-Ан-Ле. В июле 1981 года происходит эта страшная трагедия. Сын Роми Шнайдер Давид, которому уже 14 лет, катался на роликах и забыл ключи от дома. Он стал перелезать через железный забор и нечаянно напоролся на страшный кол. Мальчик умер от потери крови в страшных мучениях. Роми Шнайдер в шоке. Она воет, как волчица, ее никто не может успокоить. К чести Алены Делоне он оставляет все дела и приезжает к ней. Берет все заботы на себя о предстоящих похоронах. Говорит Роме нежные слова, как он ее любит, что они будут дальше сниматься вместе в кино, но она его не слышит. Прошли похороны, Ален уезжает, Роме снова остается одна. Гибель сына добила актрису окончательно. У меня нет желания жить. Уверяю вас, так живут очень многие. Я устала. Моя жизнь ад. Кое-как она заканчивает съемки в двух фильмах. Она в тупике. И это понимает и она сама, и те, кто рядом с ней. Но я неудачница. Неудачница, понимаешь? Я неудачница. Нет. Она пьет все больше и больше. Изможденная и страшно похудевшая почти не выходит на улицу. Другого смысла я не вижу. Последние дни мая 1982 года Роме Шнайдер вернулась из гостей. Она была в красивом вечернем белом костюме и, приехав в свой парижский дом, прошла к письменному столу и стала сочинять письмо пятилетней дочери. А утром ее нашли мертвой. Она сидела на стуле и уже невидящим взором смотрела на фотографию сына. Соседи скажут, что ночью слышали ее душераздирающий крик. Санут говорить о самоубийстве нет, неправда. Она просто умерла от того, что сердце ее не выдержало и разорвалось. Организацию похорон взял на себя снова Олен Делон. Из всех букетов выделялся один огромный из почти черных роз. Это был букет Олены Делона. А в гроб своей вечной невесте он положил букет из красных роз. Почти такой же, с каким встречал ее когда-то 25 лет назад в парижском аэропорту. «Прощай, моя куколка!» Это были последние слова, которые он сказал своей возлюбленной. Роме была очень похожа на сказочную принцессу. Только финал ее жизни был совсем не сказочный. Больше всего на свете, как многие женщины, она хотела любить и быть всю жизнь любимой одним мужчиной. Но, увы, это не получилось. Ее мужьями становились те, кто был не очень достоин ее. А тот, которого она любила больше жизни, стал мэтром мирового кино. Вечный красавец и обольститель Аллен Делон и сегодня бережно хранит ее письма и фотографии. И на вопрос, что есть любовь, всегда отвечает любовь это Роме Шнайдер. Я люблю человека, которого больше не люблю, но стараюсь любить еще сильнее. Редактор субтитров Корректор А. Вот такая история жизни и любви. С вами была Элеонора Езерска.